Заметки электрика Из чего я на канале открыл голосование по выбору следующего экземпляра. И вот по вашим заявкам сегодня на очереди однофазное реле прямого включения серии EZ-9 от Schneider Electric с номинальным током 40 А. Данный экземпляр был приобретен в магазине ATM. На дату публикации видео его стоимость составила около 3000 рублей. Ссылочку на данное реле я оставлю в описании под видео. Итак, как видите, реле достаточно компактное и занимает всего два модуля, в отличие от некоторых его аналогов. Например, того же RN106 или RN111 и тому подобное. Сразу же бросается в глаза отсутствие ЖК-дисплея. Лично мне больше импонирует, когда имеется как минимум индикация текущего уровня напряжения в сети. К тому же современное реле, помимо индикации напряжения, имеет уже индикацию и тока, и даже мощностей. Что, безусловно, дает свои преимущества при эксплуатации. Например, можно анализировать потребление электроэнергии без установки в щит дополнительных устройств. Типа вольтметров, амперметров, вольт-амперфазометров и прочее. Согласитесь, ведь это же удобно, когда реле содержит в себе функции не только защиты, но и индикации. Идем далее. У данного реле, опять, как вы видите, отсутствует возможность регулировки уставок срабатывания реле и его выдержки времени. С одной стороны, это своего рода преимущество. Реле уже готово к эксплуатации, выставлены все необходимые уставки производителям. Так сказать, установил реле и забыл. Этот вариант больше подходит для обычных граждан, не осведомленных в электрике. Что исключает некоторую ответственность за правильность его настройки. Но лично для меня это скорее недостаток, нежели преимущество. Если честно, то я не понимаю такого решения. Наоборот, при наличии регулировок имеется возможность под свои нужды и потребности выставить необходимые уставки. В том числе и в зависимости от состояния конкретно вашей сети. Почему у данного реле уставка при понижении напряжения выставлена именно 160 вольт, а не 190 или 200, например, вольт? Почему уставка у данного реле при повышении напряжения выставлена на 265 вольт, а не 250 или 255 вольт? Ведь предельно допустимое отклонение напряжения, согласно ГОСТа, составляет всего 10% от номинального. Или производитель думает, что оборудование будет нормально функционировать, например, при тех же 160 вольтах или 265 вольтах, и нет необходимости отключать потребитель от сети. Тут я несколько не согласен. Помимо всего перечисленного, у данного реле нет возможности настройки выдержки времени при восстановлении питания. Так сказать, функция АПВ, то есть автоматическое повторное включение. Выдержка времени при восстановлении напряжения питания здесь фиксированная и составляет 30 секунд. В принципе, не так и плохо. Тем не менее, я бы сделал ее, ну как минимум, ну одну или две минуты. А в лучшем случае 5 или вовсе 10 минут. Например, для тех же холодильников эта функция вполне востребованная. Поверьте, что можно с легкостью убить компрессор холодильника даже при наличии у него встроенной защиты, если в сети начнутся бесконечные скачки напряжения. Порадовал меня параметр температуры эксплуатации реле, который находится в пределах от минус 25 до 55 градусов. Поэтому его, в принципе, можно смело устанавливать в подъездах и даже в уличных щитах в некоторых регионах. На своей практике знаю, что некоторые реле работают в отрицательном диапазоне всего до минус 5 градусов. Например, тот же РВ32А от ЭКФ, что несколько ограничивает его применение. Но, опять-таки, несколько смущает меня коммутационная стойкость реле в количестве 12 тысяч циклов. По сравнению с тем же РВ32А или Меандром УЗМ-51С, разница составляет аж в 10 раз. Вот здесь мне не совсем понятно, почему такой маленький коммутационный ресурс. Несколько слов про подключение реле. Здесь я показал пример установки реле напряжения сразу же после вводного автомата. На самом деле вариантов его подключения может быть множество. Либо стоит вначале у нас вводной автомат, потом у нас установлен счетчик и потом идет реле напряжения. Либо у нас идет вводной автомат, реле напряжения, потом счетчик и потом уже все отходящие группы. Конечно же, на самом деле, вариант установить счетчик уже после реле напряжения будет более правильный. Потому что мы защищаем не только электрооборудование своего дома, но и защитим тем самым свой счетчик. Ведь при повышении напряжения компоненты электронного счетчика также могут выйти из строя. Их также нужно защищать. Но в этом варианте могут возникнуть проблемы с управляющей компанией по поводу опломбировки. То есть появится у них подозрение опять-таки в воровстве. Решение здесь очень простое. Это размещение вводного автомата и реле напряжения в отдельном боксе, например, который будет опломбироваться. Либо применить на вводной автомат и реле напряжения пластиковые заглушки. Реле устанавливается непосредственно в силовую цепь питания сразу же после вводного автомата. Номинал которого должен быть не больше 32 А. Вы спросите, почему? Да потому что автомат может отключаться при токе 1.45 от номинального в течение целого часа. То есть это ток условного рассыпления. Об этом я очень подробно рассказывал в своих видеороликах про время-токовую характеристику автоматов. Обязательно их посмотрите. В итоге через реле может запросто проходить ток почти 60 А. И тут просто-напросто реле не сможет выдержать данный ток. Тем более его коммутировать в случае какой-либо аварии. Поэтому лучше в этом вопросе иметь некоторый запас. Здесь что? Вот у нас приходит вводной кабель сюда. Питание на реле подается снизу. Вот фаза 0 вы видите. Это кстати вполне удобно. Во-первых, сразу же после вводного автомата, ну или вводного выключателя нагрузки, смотря что у вас тут установлено, делаются короткие проводники перемычки на питание реле. Во-вторых, к выходным клеммам реле можно подключить однополюсную, либо двухполюсную гребенку, то есть шинку. Либо у нас это пойдет отсюда, выход фаза на вот этот ряд автоматов. Гребеночка вот так вот соединится. Либо если здесь будут установлены двухполюсные автоматы в ряду, ну или УЗО, не суть важна, то соединить их можно двухполюсной гребенкой. 40 А это у нас уже достаточно приличные токи, а соответственно уместно озвучить сечение подключаемых проводников к клеммам реле. Моножила это можно подключить сечением до 35 квадратных миллиметров, или два проводника по 16. Если это многожильный у нас проводник, то 25 квадратных миллиметров, или два опять-таки по 16. Кстати, вот заметил еще что. Здесь вот реле имеет пластиковые площадки на клеммах, что обеспечивает защиту от случайного прикосновения к тековедущим частям. Например, у того же серии ИК-60Н такого нет, видите, на автомате. Ну и, соответственно, у Изи 9 тоже такого нет. В принципе, это все, что я хотел сказать по внешнему виду и схеме подключения реле. Теперь перейдем к практике. Вот у нас напряжение наведено 220 вольт. На лицевой панели реле, вот вы видите, горит, постоянно горит зеленый светодиод, что, естественно, символизирует о том, что напряжение у нас в норме. Соответственно, реле у нас выдает напряжение на потребителя. Давайте сымитируем повышение напряжения в сети и проверим уставку срабатывания при превышении. Она, напомню, составляет 265 вольт. 243, 245, 250, 255, 260, 265. Оп! 267, 268. Теперь смотрите, заморгал красный светодиод на лицевой панели реле. То есть, моргания частые. Я акцентирую на этом внимание, потому что, если напряжение понизилось бы, то также будет гореть красный светодиод, только моргать чуть реже. Здесь, как видите, происходят частые моргания светодиода, что и символизирует, опять-таки, что напряжение в сети превысило напряжение уставки, то есть выше 265 вольт. В данном случае 268. При обратном снижении напряжения до 253 вольт реле через 30 секунд восстановит питание потребителя. Давайте это проверим. И через 30 секунд реле должно у нас обратно включить потребителя. Оп! Теперь давайте снизим напряжение в сети. Напомню, что уставка при понижении напряжения составляет 160 вольт. 170. 165. 164. Оп! 161,1. Вот я на что вас акцентировал, ваше внимание, что при медленных морганиях этого же красного светодиода это и есть причина понижения напряжения в сети. Давайте проверим теперь напряжение возврата. То есть это получается у нас, согласно технических характеристик, 195 вольт. Навожу 195 вольт. Там 196. Сделаем. Вот, пошел отсчет примерный. Вот, 195. Оп! Как видите, реле у нас восстановило напряжение на потребителе. Помните, я вам говорил, что у меня появилась идея проверить большинство однофазных реле напряжением 440 вольт. И данное реле не исключение. Причем самое интересное, что опять-таки в технических характеристиках я не нашел верхний предел выдерживаемого напряжения. И буквально в одном месте я нашел информацию, что номинальное рабочее напряжение у реле составляет 440 вольт. Но это я нашел по реле прошлой редакции, прошлой версии. Тем не менее, факт остается фактом. Указано именно 440 вольт. Ну, давайте проверим, как оно у нас выдержит. 400 вольт, 440 вольт на деле. Вот так вот будет лучше. Можно проверить хоть нагрев реле. 441 вольт. Ну, давайте понаблюдаем. Я буду держать камеру на готове. Если будут происходить какие-то интересные моменты, я это запечатлю. Прошло 3-4 минуты. Могу сказать, что данное реле уже лидирует по отношению к предыдущему реле РВ-5А. Потому что то спустя 2 минуты оно просто-напросто вышло из строя. В общем, прошло уже 20 минут, а точнее 22 минуты. Что могу сказать? Ничего я здесь критического не видел. Ничего у нас здесь не горит, не плывет, не дымится. Слегка-слегка-слегка прогрелась вот эта вот стеночка. Ну, здесь, видимо, находится у нас элемент питания, да? Питание начал в 19.51. Сейчас у нас время 14 минут. Давайте, ну, еще подержу. Сколько здесь? Ну, 5 минут, не знаю, 7. Смотрите, с момента фиксации на телефон, на секундомер телефона прошло уже 17 минут. А вообще реле находится под напряжением 40 минут. Я считаю, это даже более чем достаточно. Так, а теперь давайте напряжение снизим и проверим работоспособность нашего реле. А то, может быть, оно просто моргает, а уже функционал свой исчерпало, да? Не работает. Кстати, вообще, еле-еле, слегка-слегка-слегка вот эта стеночка горячая. Ну, в общем, смотрите, 440 вольт. Уменьшаем. Сейчас пойдет обратный отчет времени 30 секунд. Ну, 230 вольт сделал. И реле должно восстановить питание. Оп! Замечательно! Отлично! А теперь давайте снизим напряжение. А вот он. Оп! 154 вольта сделал. И обратно его сделаю на 200, там, сколько? 221. Оп! Отлично! Что? По итогу можно сказать, что реле у нас достойно выдержало испытание напряжением 440 вольт в течение 40 минут. А потому данную проверку таким напряжением, этим напряжением в принципе можно завершать. Как видите, функционал и работоспособность у реле полностью сохранилась. В общем, решил я разобрать реле, ну, чтобы посмотреть схемотехнику и характеристику вот этого нашего внутреннего реле. Кстати, грелось вот что-то вот с этой стороны немножко. Здесь у нас как раз стоит рестер и ограничительный резистор для его защиты. Ну, вот, как видите, ноль у нас проходит через реле сплошным проводником, вот, а фаза рвется с помощью реле. Вот у нас выходные контакты реле. Вот у нас питание снизу, здесь уходит проводник у нас в схему, также уходит во второй синенький, это у нас питание схемы, то есть и питание, и контроль напряжения. Вот это у нас силовая часть идет на нормально открытый контакта реле, дальше и уходит на клемму. Ну, ноль, как я уже сказал, проходит у нас напрямую. Реле никак не припаяно, никак не фиксируется на плате, оно стоит вот такой вот в отдельной перегородочке, вот здесь вот. Вот это, да, посмотрите, какой у нас запас здесь. Здесь установлено реле с номинальным током аж 90 ампер катушечка у нас на 12 вольт по стоянке, а коммутируемый коммутируемый сей, да, силовой контакт имеет номинальный ток 90 ампер при напряжении 250 вольт. Ну, запас, конечно, неплохой. Здесь используется у нас скорее всего сварка. Да, скорее всего это у нас сварка или на выводы реле тоже. В любом случае сварка это достаточно надежно. По самой печатной платье нареканий нет. Все достаточно чистенько, аккуратненько, без различных там следов флюса и тому подобное. все поработано лаком. Кстати, кто может в курсе, подскажите мне, есть ли у данного реле датчик температуры. То есть, если вдруг по каким-то причинам она начнет греться, чтобы отключить реле. Или эта функция уже сейчас зашивают в сам процессор. Ну, силовая часть у нас оно видно выполнено медными проводниками и на них одета изоляция. Вот я добрался и до самой катушки и контактов. Смотрите, здесь применено поляризованное реле. То есть, оно у нас не потребляет ток в состоянии покоя. Только в момент коммутации. Подается сюда напряжение на катушку, оно переключается и дальше потребление у реле нет. Контакт у нас разомкнут. Вот у нас кстати контакт. Вот он здесь проходит. Здесь гибкая связь такая. Тоже пластины мощные. Вот сейчас у нас контакт замкнут. Сейчас отключаю питание. Оп, контакт разомкнулся. Обратно включаю. И вот таким образом. В общем, мне удалось разделить цепи управления, цепи контроля напряжения, да, и саму силовую часть. Вот это наше реле. Здесь пришлось сделать разрыв и здесь тоже по вводу красный синий проводники я разорвал для питания схемы. Сейчас я произведу измерение времени срабатывания, ну и времени отключения реле. Итак, поехали. Оп, сработало. Время 805 миллисекунд, то есть 0,8 секунды. Это время я делаю путем отключения полностью напряжения у реле. Давайте еще раз. 804 миллисекунды. Так же. Ну что, продолжаем испытание. Теперь у нас на очереди испытание номинальным током. Напомню, что номинальный ток у данного реле составляет 40 ампер. В общем, реле у меня сейчас включено. Видите, горит зеленый светодиод. Это от отдельного источника питания. И теперь я через реле, через оба полюса пропущу 40 ампер. Вот у нас приходит как бы фаза, проходит через реле. Здесь я сделал перемычку и уходит через нулевой проводник обратно. Сейчас я включаю 40 ампер, подожду установившийся режим и измеряем температуру нагрева реле. Опять-таки при условии, что реле у нас сейчас находится в открытом состоянии, а не в закрытом. Итак, поехали. 41 ампер. Ну вот 40. В общем, ждем. Здесь хотел бы сказать насчет времени срабатывания реле. Может быть это не совсем корректный замер. Более точнее и более правильнее будет произвести измерение времени с помощью оциллографа. Но такового у меня не имеется. поэтому я уже измеряю более грубым способом. Возможно, что время срабатывания у реле будет гораздо быстрее. Будем аналогичным способом измерять время и сравнивать это время с другими реле. Возможно, что другое реле в таких же условиях при таком же измерении отключится например за 2 секунды. То есть мы на основе этих данных и будем делать уже соответствующие выводы. Надеюсь в этом понятно. Ну что, прошло время около 1000 секунд. Это получается практически 20 минут. Все у нас работает. Ничего у нас здесь не горит, не плавится, не пахнет, не дымит. Все вроде как стабильно все работает. Так, вот такая у нас картинка с тепловизора получается. Максимальная температура на экране составляет 42 градуса и она скорее всего это у нас греется вот эта перемычка, вот этот проводник с перемычкой. Но нас как бы этот нагрев особо не интересует. Нам интересно интересен нагрев именно внутри реле и контактной части. Сейчас посмотрим с другой стороны. Вот с этой стороны сейчас посмотрим наше реле. Вот видите максимальная температура на экране 45 градусов. То есть где у меня сейчас находится курсор температура 42 градуса. Это как раз место контакта. Так и вот у нас еще здесь 40 градусов. вот у нас картинка сверху. Опять-таки у нас здесь видно греются провода перемычки. а само реле так и есть. То есть у нас контакты внутреннего реле греются до 42 2 там до 44 градусов. На плате я тоже не вижу вообще никаких нагревов. Я думаю этого вполне достаточно чтобы сделать соответствующие выводы. Температура находится в пределах разумного. Идем далее. Теперь попробуем отключить ток 40 ампер этим реле. Посмотрим как оно будет его коммутировать. опробовал 20 раз ну и как видите реле у нас не залипло и вполне работоспособно при номинальном токе 40 ампер. Ну оно и понятно ведь номинальный ток самого реле составляет аж 90 ампер то есть запас еще практически у него в два раза. Вот состояние контакта после испытаний. Не вижу никаких почернений уплавлений ничего подобного контакт как новенький. вот в принципе наверное на этом все. Данное реле еще можно проверить на горючесть его корпуса. Но я думаю что в данном видео я ограничусь электрическими характеристиками. По итогу могу сказать что реле достойно выдержало испытания и годно к эксплуатации. В дальнейшем мы еще сравним эти все показатели с другими типами реле напряжения. Тем не менее это реле уже заслуживает уважения. Если вам понравилось данное видео то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди много еще будет всего интересного. Ну а с вами как всегда был Дмитрий автор канала Заметки Электрика До новых встреч!